Тверичанка и Зряночка В первой встрече хозяйки площадки лихо создали себе 20-очковый задел, но затем стали методично растращивать добытые преимущества. В итоге выиграли зрители почти до самого окончания встречи, терявшиеся в догадках. Чья же возьмет? А взяла наша, точнее Даша, Дарья Королева, набравшая 31 очко и сделавшая 22 подбора. Не случайно героиня матча, между прочим, одна из самых результативных баскетболистов Суперлиги, услышала много лестно о себе от благодарных товарок по команде. А капитан Тверичанки Елена Шилкина, несмотря на победу с 9-очковым перевесом 81-72, была весьма самокритична. Мы всегда начинаем, как все видят, очень хорошо, а потом чуть-чуть спускаем, не хватает сил, нету замены, не стоящей, а равноценной. И поэтому, когда идет смена, начинаем межоваться и в защите спускаем чуть-чуть. Потом разбираемся потихоньку уже во время игры, что, естественно, нельзя во время игры разбирать защиту, но налаживаем под конец. Соперничество тверских и сыктывкарских баскетболистов не лишено принципиальности. Вот и наш капитан с этим согласен. У нас всегда с сыктывкаром была борьба какая-то. Не просто сливали что-то, а всегда старались выигрывать. Как сегодня оценить свою игру? Средненько, можно лучше и нужно лучше. В целом вся команда отличная. Даша Королева очень много подобрала и забила так же нормально, очень даже нормально. Поэтому все хорошо сыграли. В повторном матче Тверичанка сыграла еще лучше, набросав к вящей радости публике больше 100 очков. 104-79. Давно тверские баскетболистки не побеждали так уверенно. Отметим результативную игру Анастасии Федоровой, набравшей 29 очков. По обыкновению остро и полезно действовала Дарья Королева. В ее активе 18 очков. Таким образом, Тверичанка покинула предпоследнее место, переместившись на девятую строчку. 22 и 23 декабря наши баскетболистки встречались дома с одним из лидеров Суперлиги Столичной Глории. Результаты игр уже на нашем сайте. Тройной W спринт-тверь.ру